Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей The Isle of Rima. Выпуск будет насыщенным, так что усаживайся поудобнее, возьми горячий чай и печенюшки. Перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность спонсорам на канале за финансовую помощь в развитии. Спасибо, друзья! Что мы рассмотрим в этом выпуске? Собственно, узнаем, что творилось в закулисье разработчиков в течение последнего месяца. Рассмотрим девлог. Также нам показали два концепта игровых будущих динозавров Дейна Хейруса и Майя Завра, которые мы с вами вместе опять разберем. Расскажу вам немного новой информации о Донде, о планах и задумках, и вообще, как поменяется игра с обновлением 6.5, которое мы уже все устали ждать. Что будет в дальнейшем? Короче, погнали! Большая часть работы в этом месяце велась вокруг Галимимуса, который будет иметь способ захвата элементов, проще говоря. У Галика будет реализована механика перетаскивания вещей в лапах, система адаптироваться будет автоматически. Еще немного работы было уделено анимациям, связанной с Бейпиазавром и Диаблоцератопсом. Проделана немалая работа над визуальными эффектами Траадона, ядовитый бросок. Бросок абсолютно хорошо работает. Были исправлены баги, также добавлена анимация бросков, среднего наброса на жертву и малого. Интересные вещи, которые, однако, грядут. Траадон также получил новые небольшие механики для ядовитого броска. Игрок сможет узнавать, насколько жертва была отравлена, ее состояние и какие этапы отравления. Кстати, давайте посмотрим на интересный ролик под названием The Isle of Rima. Запись с камеры слежения с нападением Траадонов на Тенонтазавра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много работы было проделано для исправления значительного количества ошибок или неправильного поведения новых динозавров, включая их диеты. Которые будут исключительно новым для таких как Цератозавр, Галимимус, Бейпиозавр. Кроме того, улучшен код игры, изменен баланс, оптимизация, аудиозвучание. Также добавлена опция для администраторов серверов включать, отключать виды динозавров через панель администратора, разрешая или запрещая дальнейший спаун этих животных. Это сделано для того, чтобы баланс динозавров-игроков соответствовал реалиям игры. Кстати говоря, разработка Дилофазавра, система гор, гниение трупа внутренности кости, были показаны разработчикам Брайаном Филлипсом на стриме на Твич. Велась она совместно с Галимимусом. Для тех, кто не видел, давайте глянем чуть вкратце. Для тех, кто хочет посмотреть чуть прогрессивный ролик, ссылка будет в описании. Что-то мы разговаривали о Галимимусе. Ах да, он выйдет вместе с обновлением 6.5. У нас будет ровно 4 новых динозавра. Кстати, вот вам доказательства. Чуть обновлена дорожная карта, и мы имеем в 6.5 4 вида. Ролик от разработчиков The Isle of Rima. Запись с камеры слежения. Выпас Галимимусов. Давайте взглянем. А теперь, внимание, спойлер. Разработчики не радовали нас новыми спойлерами. В базе 3 в официальном дискорде 2 недели. И что же мы можем увидеть по Галимимусу? Как указана, длина 5.7 метров. То есть почти 6 метров в длину. Вес 450 килограмм. Высота почти 2 метра. Продолжительность жизни 15 лет. Травоядная. Но, посмотрите, знак вопроса. Вообще, по сути, мы знаем, что Галимимус давно уже заявлен всеядным. Чуть позже я об этом вам расскажу. Территория его обитания. Джунгли Луга. Итак, примечания. Галимимусы относительно спокойны и любопытны по отношению к людям. Но не нужно подпускать их к себе. Они могут легко испугаться. Эти животные смогут с легкостью выпотрошить нас одним своим ударом ноги. Не забывайте свои средства индивидуальной защиты, если нам нужно войти в их среду обитания. Стая Галимимуса – это суровая какофония звуков. Считается, что эти звуки поддерживаются, чтобы никто из их стада не смог потеряться. Далее идут какие-то непонятные обрывки. Скорее всего, это доклад одного из ученых, либо наемников, который пострадал, либо кто-то погиб из Аполло Инженеринг. Давайте разберем. Галимимус – это животное, ориентированное на группу особей, которые держатся большими стадами, чтобы быстро убегать от хищников и мигрировать по острову. Пугливый динозавр по своей природе. Это животное предпочитает убегать в случае опасности, нежели принимать участие в сражении. В отличие от большинства животных, Галимим стремится оставаться в постоянном движении для своей безопасности. В то время как его диета в основном состоит из растительности. Галимимус – всеядное животное, которое будет питаться яйцами других динозавров, а также лягушками, крабами и детенышами определенных видов динозавров. Мобильность. Галимим обладает огромной скоростью, но ускоряется медленнее, чем многие другие обитатели острова. Требуется постоянная бдительность или постоянное движение, чтобы оставаться в безопасности. Диета этого животного тесно связана с максимальной скоростью, которую они могут развить, а также с тем, насколько сильно лидер стаи может влиять на максимальную скорость других членов стаи, если они находятся в строю. Пища Галимимусов. Диета Галимимуса не похожа на диеты других существ. Галимим почти гарантированно первым мигрирует на новые места кормления. Однако такое быстрое животное почти всегда упускает потенциальные возможности для еды. Наконец, некоторые животные могут рассматривать Галимимуса как постоянную угрозу для своих детенышей. Выживаемость. Галимимус – относительно хрупкое существо по сравнению с другими обитателями острова. Это животное полагается на дистанцию между собой и любой потенциальной опасностью, или просто никогда не останавливается достаточно долго, чтобы опасность не наступила. Примечательные характеристики. Галимим – громкое животное, способное использовать призыв к так называемой мобильности, чтобы увеличить скорость себя и стаи. Это дает временное ускорение движения при ее активации. В сочетании со стаей и диетами, это животное способно легко бродить по острову, привлекая к себе внимание. Еще о способностях Галимима. Его основным источником урона противнику так и останется удар ногой, который может быть использован во время того, когда вы просто стоите на месте бега или прыжков. Если животное будет плавать или у него будут сломаны ноги, он сможет использовать атаку клево. Но, поверьте, это будет не очень эффективно. Играя за Галимимуса, очень опасно будет ломать ноги, так как мы не только потеряем способность быстро убегать, но и не сможем должным образом сопротивляться. Чтобы уберечься от падений, у Галлика будет своя особая фишка. Он сможет защитить себя от некоторых повреждений. Во время падения автоматически пружине вперед, чтобы смягчить посадку. То есть, Галлимим будет вытягивать ноги вперед, но не поднимать слишком высоко. Падение со слишком высокой высоты приведет к перелому ног и даже смерти. Но это безопаснее, чем у других динозавров. О Галлимимусе, наверное, все. Повторюсь, Галлимимус обладает способностью мобильность. При выполнении крика все участники, находящиеся в непосредственной близости, получат увеличение скорости на несколько секунд. Это может позволить большой группе поддерживать повышение передвижения. Как по мне, это дико круто. Новый купол на новой карте Гэтуэй. О нем я рассказывал вам в предыдущих выпусках новостей. Давайте посмотрим на его строение. Это достаточно массивная структура. На данный момент она будет иметь 4 основных входа. Три из которых наземные, а один напрямую будет связан с рекой. В данном куполе будет куча различных элементов для человека. Много разных декораций, над которыми еще работают разработчики. Различный интерьер. Но увидим мы все это уже в обновлении 7. На новой карте Гэтуэй. Пришло время для первого разбора концепт-арта Майазавра. Майазавр. Высота данного динозавра достигала 3 метра. Длиной обладал до 9 метров. Вес варьировался от 3-9 тонн. Относился к семейству гадрозавриды. Средний травоядный, наземный. По версии Legacy. Майазавр хоть и крупный динозавр, который может за себя постоять. Но с легкостью может быть повержен хищниками первого тира. Майазавры, игроки, обычно не ходят по одиночке, а придерживаются больших стат других травоядных. Как по мне, Майазавр это хорошая и быстрая закуска для некоторых хищников. Давайте взглянем на концепт по версии Эврима. Как мы видим, майки так и останутся стадными динозаврами. Майазавры по своей сути будут общительными животными, мирными. В окружении тенонтозавров, майазавры сидят на гнездах и выращивают потомство. Судя по росту, майазавры будут сравнимы с тенонтами, или даже чуть больше. Опасность будет ждать, конечно, нас везде. Авераптор, который хочет утащить яйца, либо съесть совсем молодых детенышей майазавра. С этого концепта я могу понять, что майазавры будут обладать хорошей скоростью передвижения. Более мелких, таких как компсогнаты, майка с легкостью сможет их одним укусом рта перекусить пополам. Дилофазавр, который нагло напал на гнезда майазавра. Пока вы в стаде со своими особами, вы сможете с легкостью затоптать динозавра небольшого роста. Это одна из будущих атак майки. Сбить жертву с ног ударом туловища и провести атаку ногами по жертве. В схватке с более большими и быстрыми динозаврами придется приложить больше усилий. Ругопс, который решил побороть майку. Но здесь мы видим еще новую атаку, которая будет оглушать противника на время. Сбивать его с ног. В общем, пишите прямо сейчас в комментарии, что думаете об этом. Ночное зрение в игре. Вновь потерпит изменения. Уникальные диапазоны ночного видения были настроены для всех существующих и новых игровых динозавров. Как и в версии Legacy, некоторые персонажи, которые будут лучше видеть в темноте, в то время как другим будет сложнее. В большинстве случаев не во всех. Игра за более крупного персонажа приведет к уменьшению диапазона ночного видения, чтобы сбалансировать их огромную силу. Обратите внимание на зрение травоядных и хищников. Да, конечно, как по мне, они немного свернули с пути реализма. В общем, это все сделано в угоду баланса более слабых динозавров скорее. По мне, вообще, знаете, тепловое зрение сделали бы. У некоторых из них ведь вероятно было такое. Добавлю от себя, как бы они опять не перемудрили с этим зрением. Появится способность дриозавра уворачиваться от атак хищных динозавров. Теперь мы будем иметь два заряда. Две шкалы под стаминой, которая будет потреблять выносливость. Потребуется небольшое время, необходимое для их перезарядки. Давайте взглянем. Насколько мы знаем, циратозавр будет обладать способностью заряженный укус. Чем дольше мы будем заряжать атаку, тем больше урона она нанесет. Это также приведет к увеличению количества бактерий на противника. А это означает, что нам не нужно будет наносить множество укусов, чтобы вызвать у них рвоту и отравление. Взглянем. Также у разработчиков были сотни проблем, которые возникали в ходе интеграции новых видов в Рима. Новые игровые возможности вводят новую механику, которая может сломать почти все, что они делали ранее. Но в принципе, все проблемы решаемы, и они легко справлялись с ними. Как многие из вас уже знают, Бэйпиазавр сможет выпрыгивать из воды сродни дельфину. Разработчики решили сделать еще один шаг вперед и позволить этой способности восстанавливать большую часть кислорода персонажа при его выныривании. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Кровотечение Для многих до сих пор является непонятной темой. Сколько дает Блит при укусе тот или иной вид динозавра? Мы знаем лишь пока то, что при хороших нутриентах процент кровотечения становится меньше. Я лично высчитываю процент в секундах. Разработчики работают над этой системой, и вскоре мы также ее увидим в игре. Новая способность динозуха, то есть способность водное чувство, было скорректировано так, чтобы оно появлялось, когда добыча плавает на поверхности воды. Это было сделано для того, чтобы джуф-динозух, так и пейпиозавр имели более эффективный способ избежать столкновения со взрослым динозухом. Рассмотрим еще один концепт-арт – Дейна Хейрус. Род гигантских тераподовых динозавров. Длина приблизительно 11 метров. Рост 3,5-4,5 метра. Вес варьировался от 7 до 12 тонн. Житель современной Монголии. Диета Дейна Хейруса не была исключительно растительной. Скорее питался вдобавок рыбой. Дейна Хейрусы обитали вблизи пресных водоемов, так что это, возможно, докажет нам, что они были всеядными, способными поглощать любую доступную в их среде обитания пищу. Кстати, на концепте мы это явно можем увидеть. Дейна Хейрусы в болотной среде. Пытаются поймать рыбу, а также ловят лягушек и пытаются собрать водоросли с одного водоема. Люди в игре – следящий человек на катере. Дейна Хейрусы – скорее мирные существа, если их не трогать. Дейна Хейрусы настолько огромные, что спокойно смогут передвигаться по дну реки на ногах. Не стоит недооценивать этого будущего всеядного в игре. Огромные когти, которые Дейна Хейрус точит об деревья, будут опасным оружием против хищников. С легкостью сможет сразиться со спинозавром и вонзить свои острые и мощные лапы в тело жертвы. Особенная способность. Дейна Хейрус сможет спокойно ходить и передвигаться по таким местам, как грязевые лужи и болото, и совсем не застрянет там. А вот тем, кто захочет угнаться, за ним немного не повезет, так как остальные виды утопают в грязи и замедляются. Это будет огромным шансом на уничтожение врага. Переход на Unreal Engine 5 был относительно плавным. Как говорят разработчики, он не обошелся, конечно, без проблем, которые следовало ожидать при любом обновлении движка в игре. Этот месяц был полон препятствий и сражений с кучей ошибок. Правда или нет, но Донди сказал, что при обновлении карты Isla Spira на движок Unreal Engine 5 им пришлось немного убавить в размерах карту. Так как новый движок якобы не вытягивает обработку информации старой Isla Spira. Не стоит огорчаться. Либо писать гневные комментарии. Возможно, это все не так. По крайней мере, мы должны увидеть игру в абсолютно новом цвете, новые возможности, новые персонажи, оптимизация. Также, совсем немного осталось до стресс-тестов. И мы обязательно увидимся с вами на них, на наших стримах. Команда Кьюалити Ассараунс уже завершила все свои тесты. И, кстати говоря, есть небольшая информация о том, что после выхода обновления 6.5 мы через некоторое время, возможно, сможем получить игрового Диабло Саратопса и Дилла Фазавра. Если опять нас Донди не перехитрит и все опять не поменяется. В общем, если хочешь узнавать все первым из мира The Isle of Rima, прямо сейчас подпишись на канал. Нажми пальчик вверх. Собственно, нажми колокольчик, вступая в группу ВКонтакте и на наш канал Яндекс.Зен. Все ссылочки будут в описании. Кстати, там ролики выходят намного быстрее, чем на канале на YouTube. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok